В этом видео я покажу, как быстро сконфигурировать сенсор контроллера SimpleBGC при помощи помощника настройки ориентации сенсора и помощника калибровки сенсора. В банем подвесе настройки ориентации сенсора по умолчанию не подходит. Видно, что стрелки в программе неправильно отображают наклоны камеры. Открываем помощник настройки ориентации сенсора. Выравниваем камеру и нажимаем кнопку Next – Продолжить. Теперь наклоняем камеру на 90 градусов вправо, если смотреть с обратной стороны камеры, и ждем несколько секунд. Ориентация сенсора на камере определена. Нажимаем кнопку Write – Записать для применения новых настроек. Ждем перезагрузки системы. Проверяем, что наклоны камеры определяются системой правильно. Вращение стрелок соответствует наклонам камеры. Повторяем эту операцию для сенсора на раме, если он подключен к системе. Переключаемся на второй сенсор и опять запускаем помощник. Выравниваем раму и нажимаем кнопку Next. Наклоняем раму на 90 градусов вправо. Ориентация сенсора на раме определена. Нажимаем кнопку Write – Запись для применения новых настроек. Ждем перезагрузки системы. Для ускорения процесса настройки я включил пропуск калибровки гироскопа при старте системы. Теперь наклоны камеры определяются системой правильно. Вращение стрелок соответствует наклонам рамы. Переходим к калибровке сенсоров. Активируем сенсор на камере и запускаем помощник калибровки. Сбрасываем текущую калибровку акселерометра. Всегда начинаем с базовой калибровки, когда ось Z смотрит вверх, что соответствует горизонтальному положению камеры. Ось, которая будет калиброваться, отмечена прямоугольной рамкой. Фиксируем камеру и нажимаем кнопку калибровки. При калибровке акселерометра полная неподвижность камеры не критична. Можно удерживать камеру рукой, но не менять наклон и не двигать в процессе калибровки. Можно ограничиться базовой калибровкой по одной точке, но более точный результат дает калибровка по шести точкам. Для этого последовательно наклоняем камеру так, чтобы все шесть ее сторон оказались вверху и нажимаем кнопку калибровки для каждого положения. Для удобства можно назначить команду калибровки «Аппаратные кнопки на подвесе», что позволит выполнить ее без подключения к компьютеру. Это можно сделать в разделе «Сервис». Позиции, в которых калибровка уже выполнена, отмечаются галочкой. Когда все шесть позиций откалиброваны, данные калибровки автоматически сохраняются в память. Переключаем сенсор на раме для калибровки его акселерометра. Сбрасываем предыдущую калибровку и ждем перезагрузки системы. Для сенсора на раме точность калибровки не так важна, так что ограничимся базовой калибровкой. Теперь мы выравниваем горизонтально раму, а не камеру, и нажимаем кнопку калибровки. Калибровка акселерометров завершена. Переходим к калибровке гироскопов. Она выполняется одновременно для всех сенсоров в системе. Для нее очень важно обеспечить полную неподвижность сенсоров. Удерживать подвес рукой уже нельзя. Необходимо зафиксировать его на жесткой поверхности. По датчику движения проверяем, что система неподвижна, и нажимаем кнопки калибровки. По окончании данные калибровки автоматически сохраняются в память. Настройка сенсоров полностью завершена. Продолжение следует...